Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование книг Деяний Святых Апостолов на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 26 главу. Агриппа сказал Павлу, позволяется тебе говорить за себя. Тогда Павел, простерши руку, стал говорить в свою защиту. Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобою во всем, в чем обвиняют меня иудеи. Так начинает свою речь апостол Павел. Мы видим, что над ним длится долгий судебный процесс. Его отправляют то к одному правителю, то защищают от иудеев. Теперь он требует суда кесаря. И прежде чем предоставить его кесарю, мы видели, что он был у Феста на судилище. Теперь Фест отправляет его к более высокому чиновнику, к Агриппе. И Агриппа позволяет ему говорить, и апостол Павел начинает свою речь, как видим с таких слов, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобой во всем, в чем обвиняет меня иудей. А почему апостол Павел говорит, почитаю себя счастливым? Может быть, это какое-то лицемерие, как рассуждают некоторые. На самом деле нет. Счастлив апостол Павел в том, что он может свидетельствовать перед таким высоким собранием о кресте воскресшем и распятом. В этом его блаженство, в этом его счастье. Поэтому он и делает это, и требует суда кесаря лишь по одной той причине, чтобы засвидетельствовать о том, что поручил ему Господь. И далее мы читаем его речь. Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. И действительно, Агриппа очень интересовался иудаизмом. Некоторые даже говорят, что до такой степени его был интерес, что слуги ему приносили разные свитки и списки, и некоторые из них становились даже бразилитами, то есть иудеями. Поэтому, зная это апостол Павел, он ему так и говорит, что я знаю, что ты знаешь обычаи и спорные мнения иудеев. «Посему прошу тебя выслушать меня великодушно. Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи». Этими словами апостол Павел как бы говорит, я не проходимец, и человек не случайный, и человек известный, и известный тебе, и иудеям известный. И действительно, как мы знаем, он был член Саиндриона. «Они издавна знают обо мне», — подтверждает эту мысль апостол Павел в пятом стихе. «Если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании учению». То есть он говорит, не только меня знают, но я еще и человек, как он об этом пишет, что некогда и я был ревнитель моих отеческих преданий. И здесь он это и об этом свидетельствует, что он не просто человек известный, но и человек, который верующий был. И видите, как он говорит, в нашем вероисповедании, вероисповедании учению. То есть говорит о том, что подготавливает как бы их слух к тому, что я сейчас соберусь опровергать, я очень хорошо знаю. «И ныне я стою пред судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам». Здесь теперь он как бы обращается к аудитории, более знакомой с мессианскими пророческими Ветхого Завета. Это иудейская аудитория. И говорит, что я знаю обетование, и стою, и меня судят за то, что ожидает весь народ. «Которого исполнение надеются увидеть наши двенадцать колен, усердно служа Богу день и ночь. За сие это надежду царь Агриппа обвиняет меня иудеи». Он как бы говорит парадокс в том, что весь Ветхий Завет учит о том, и все двенадцать колен, то есть вся государственность, как бы он говорит, израильская, учит, встречает воскресение мертвых, ждет Мессии, весь смысл всего Ветхого Завета. Это, как об этом скажет апостол Павел, позже, где-то водитель ко Христу, и за это меня еще и судят. «Что же, за сию надежду, говорит, и дальше у них спрашивает, что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых?» Здесь он нам как бы напоминает, из-за чего начался спор, из-за чего он сюда приведен. Когда, помните, там были саудукеи и фарисеи, и фарисеи как раз отстаивали то, что есть воскресение из мертвых. Он напоминает, вы меня судите за то, за что вы спорили с аудукеями. Как бы он показывает всю абсурдность их обвинения в его адресах. Видим, насколько таким, ну, вот очень лаконичным, понятным, в то же время, незлобивым и красивым слогом все это объясняет апостол Павел. «Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея». Теперь он уже начинает говорить о том, в чем он ошибался, и как бы старается на своем примере показать их ошибку в том, что они противодействуют имени и самому Спасителю, Господу нашему Иисусу Христу. «Это я и делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников. Я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос». То есть, видите, апостол здесь говорит о том, что люди, которых он убивал, теперь он их называет святыми. Святые люди. Кто такие святые? Святые люди — это те, которые в своей жизни подражают, как говорит апостол Павел, подражайте мне, как я Христу. Святой человек не означает безгрешный, потому как у апостола Иоанна Богослова сказано, кто говорит, что без греха, тот и лжец, и нет в нем правды. И апостол Иоанн Богослов говорит, что все мы много согрешаем. Но святой человек — это тот человек, который стремится в свою жизнь встроить в жизнь Христову. Что это значит, как апостол Павел пишет, что «вы письмо Христово». То есть, и православие — это не только образ мысли, а это еще и образ жизни, когда человек и свое познание, свое исповедание, и свою жизнь старается привести в соответствие этого исповедания веры. Так он и здесь говорит, называя уже… Видите, он как апостол Павел постепенно подготавливает их слух и говорит, «ну я подавал голос, чтобы этих людей убивали, то есть я был за это». И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах. Теперь он будет переходить к истории о встрече его со Христом. «Для сего, идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге, я увидел, Государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявшие меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говорящий мне на еврейском языке, «Саввел, саввел, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Апостол Павел здесь показывает, в общем-то, и всю свою образованность в этой речи. В чем она? Видите, он говорит на еврейском языке, то есть здесь он наверняка говорит на греческом. Но он хорошо знал, и, естественно, это был его родной язык. И теперь для иудеев он переходит на иудейский, на еврит, и начинает рассказывать о встрече Христа, когда Христос его остановил по дороге в Дамаск, когда очередной раз он шел узнать христиан. Это уже третье свидетельство апостола Павла о своем обращении. Первое было, мы видели, также в Деянии апостолов, второе также в Деянии апостолов, и третье, теперь уже в завершении этой книги, здесь с некоторыми подробностями апостол Павел рассказывает об этом чуде, он говорит об этом свете, который осиял его. Но здесь он ничего не скажет о том, что он ослепнет, но, тем не менее, говорит о важном событии, что сам Христос его остановил. Саввл, Саввл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна. Я сказал, кто ты, Господи? Он сказал, я Иисус, которого ты гонишь. А вот это событие он подчеркивает. Почему? Потому что для иудеев этот вопрос, кто ты, Господи, помните, мы говорили, что у Бога множество имен. Адонай, Шандай, Эль, Яхва, Саввов, и все эти имена имеют свое значение. Поэтому в зависимости от того, с каким именем Бог явился человеку, человек должен быть, как бы, открыть уши своего сердца для того, чтобы услышать, какая будет информация. Если, например, явился с именем Саввов, то люди забыли прославить Бога. Это имя означает Господь Святый и Господь Саввов. Если явился с именем Адонай, означает Господин. И это имя означает Господин. Люди начали надеяться больше на князя на Сыночеловеческую. Если являются с именем Яхвы, то люди забыли, что единственный собственник во Вселенной, и все ему принадлежит, и все им сотворено, и все им движется, это Господь. И начали, забыли о Боге, как о Творце, а как о Вездесущем и Всемогущем. И здесь он им говорит, и иудеям, и о Гриппе, это тоже понятно. И он говорит, кто ты, то есть я спрашиваю у него имя, как тебя зовут, как тебе имя, кто ты. И он говорит, кто ты, Господи. И он сказал, я Иисус, которого ты гонишь. Что означает имя Иисус? Имя Иисус означает Ишуа. Ишуа, спаситель. Тот самый спаситель, о котором сейчас апостол Павел сказал наперед, сказал, что вы меня гоните за ту надежду, за которую вы надеялись в течение всего ветхозаветного времени, и теперь вы не принимаете Христа. Теперь вы не принимаете того самого Спасителя. Италий, он продолжает свою речь. Но встань, и встань на ноги твои, встань на ноги твои, ибо Я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что Я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского, от язычников, которым Я теперь посылаю тебя. Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. И, веруя в меня, получили прощение грехов и жребий с освященными. Этих слов раньше мы не встречали. В речи апостола Павла теперь апостол Павел пересказывает подробные события. Все, что с ним было, вернее, евангелист Лука, который записывает слова апостола Павла. Апостол Павел более подробно описывает и свидетельствует о Христе перед этим судилищем, где присутствует Агриппа, другие люди, множество народа, все определенные чины и служители, которым необходимо было быть на подобных судебных процессах, в том числе иудеи, которые вы привели. Итак, поэтому, теперь он обращается уже лично опять к царю Агриппе, поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, по той всем земле иудейской, язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. Очень важные слова апостола Павла, которые он призывает не только царя Агриппу, но и нас с вами делать дела, достойные покаяния. Удивительно эта формулировка апостола Павла, потому как часто мы покаяемся или придем поисповедуемся и делаем дела совсем после исповеди, недостойные покаяния. То есть, если мы поисповедались, покаялись, нам необходимо и держаться того, от чего мы отреклись на исповеди. На исповеди человек себя должен обвинять. Когда человек на исповеди себя обвиняет, то он дает место и возможность Богу его защитить. А если человек на исповеди себя старается оправдать или как тут таить грех, и тем самым он не дает Богу защитить себя. И получается не что иное, как самооправдание. И поэтому апостол здесь так и говорит, делая дела, достойные покаяния, и призывает их покаяться и встать на путь соединения с Богом и исследования Господа и Спасителя Иисуса Христу. За это схватили меня иудеи. Теперь он говорит причину, за что он судим. За то, что я проповедую воскресение из мертвых, за то, что Христос явился мне, за то, что я был этим свидетелем всего этого. И есть, в общем-то, свидетели, он говорит, которые все это видели. За это, говорит, меня судят. За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать за проповедь, по сути. Потому что он проповедовал им, что с ним произошло. Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисеи говорили, что это будет. То есть апостол Павел свидетельствует о том, и он перед этим сказал, что он человек известный, он сам гнал христиан, он человек ученый, и с ним произошла такая перемена. Он как бы им задает вопрос, что такое должно с вами случиться, чтобы вы, будучи, в общем-то, человеком, занимающим высокий пост, в общем-то, на свиндрионах, да, человек ученый, ревнитель отеческих преданий, что-то должно произойти, но не просто так это со мной, как бы стараются убедить, чтобы привести их ко Христу. И он дальше ссылается теперь на Моисея, кроме того, о чем пророки и Моисеи говорили, что это будет. Упоминание здесь в имени пророка Божия Моисея для иудеев очень важно, потому как они обвиняли апостола Павла, что он нарушает закон Моисея, и говорит, что не надо ему следовать. Видим, как грамотно выстраивает апостол Павел свою речь, чтобы не было никаких недоумений и лишних вопросов, которые могли бы задать иудеи. То есть, дальше продолжается, что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестил свет народу иудейскому и язычникам. Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал, «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия!» Так он ему старается ответить, потому что он не хочет поверить в то, что действительно произошло с апостолом Павлом. «Нет, — отвечает ему апостол Павел, — достопочтенный Фест, — сказал он, — я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла, ибо знает об этом царь, перед которым я говорю смело». Видите? Фест был не настолько человек, сведущий в иудейских писаниях, а Агриппа — да. И апостол Павел теперь и здесь обращается снова к Агриппе. Он говорит, «Ты же знаешь, что есть мессианские пророчества, ты же знаешь, что придет Ишуа, Христос, помазанник, спаситель». Итак, дальше он продолжает, «Ибо знает царь, видите, как говорит, перед которым я говорю смело, я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из сего сокрыто, ибо это не в углу происходило. Веришь ли царь Агриппа пророкам, зная, что веришь?» Видите, как с дерзновением апостола Павел теперь обращается к царю Агриппе. Он говорит, «Веришь ли царь Агриппа?» Он говорит, «Верю». «Веришь ли, он говорит, пророкам?» Царь Агриппа, конечно, верил, он знал очень хорошо пророческие тексты. «Знаешь, что веришь?» Но Агриппа отвечает, Агриппа сказал, «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Видите? Никак. Не получается. Уже вроде бы и видит, и как мы сейчас увидим, что будет совещание, они увидят, что не за что апостола Павла обвинить, но он противится благодати Божией. Как сказано в послании апостола Павла к евреям, «И когда услышите голос его, не ожесточите сердец ваших». Он, подобно ветхозаветному фараону, ожесточает свое сердце. Ожесточает свое сердце и противится благодати Духа Божия. Павел сказал, «Молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все слушающие меня сегодня сделались такими, как я, кроме этих ус». Видим, что апостол Павел говорит, «Я готов молиться Богу и буду молиться Богу за тебя, Агриппа, как язычника, заблудшего и за всех других». Церковь православная предписывает нам, между прочим, молиться за еретиков. В молитвословии, сейчас у нас молитвословы, они какие-то немного сокращенные. Я помню, у меня было репринтное издание, он и есть, молитвослов репринтного издания, дореволюционного, где иктеньи о здравии и упокоении, они более расширенные. То есть там есть много просительных иктеньей о здравии, там таких-таких. И там вот есть такая одна иктенья, когда мы молимся о здравии, она звучит так. «Как погибельными ересьми ослепленные, светом твоего познания просвети, и святей твоей соборной апостольской церкви причти». Мне кажется, очень зря, что вот эта молитва как-то ушла из утреннего правила православных христиан. Очень важная, на мой взгляд, молитва. Поэтому, когда мы с вами иногда задаемся себе вопросом, а почему так много сект в России, а может, мы перестали просто за них молиться, чтобы Господь их вразумил и прилепил к церкви Божией, соборной апостольской. Апостол Павел говорит, я готов молиться за тебя и за всех, чтобы вы прилепились к церкви Божией. Когда он сказал это, царь и правитель Вереника и сидевшие с ним встали. И отойдя в сторону, говорили между собой, что этот человек ничего достойного смерти или ус не делает, видите? То есть, действительно, в его словах и в его действиях не было ничего такого, чтобы хулило или правительство, или было что-то против Кесаря, или что-то против иудеев. И Агриппа видит, что он имеет право. В общем-то, верите, что Иисус, которому подстричался, это Мессия. И в этом нет ничего противозаконного. И отойдя в сторону, говорили между собой, что этот человек ничего достойного смерти и ус не делает. И сказал Агриппу Фесту, можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у Кесаря. Посему и решился правитель послать его к Кесарю. Мы помним, что апостол Павел просил именно суда у Кесаря. Зачем? С одной лишь целью. Мы помним, что Господь Иисус Христос явился ему и сказал, Павел, ты будешь мне свидетелем в Риме. Поэтому здесь апостола Павла могли бы отпустить. Но он настаивал, чтобы быть в Риме и чтобы свидетельствовать о Христе, распятом и воскресшем, и призвать Рим, его народ, членов правительства, скажем так, к покаянию и воссоединению с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok